О последних новостях с Ближнего Востока мы узнаем у собственного корреспондента CBC в Тель-Авиве, Романа Янушевского, он с нами на прямой связи. Роман, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что уже как минимум дважды за сегодня в Тель-Авиве звучали сирены воздушной тревоги, возможно, даже больше, разная информация поступает. Есть ли опасность вот сейчас непосредственно в Тель-Авиве, нахождение в городе? И расскажите, пожалуйста, о последних новостях из Израиля и сектора газа. Добрый вечер, Самир. Действительно, сегодня был такой относительно нервный день. Несколько раз звучал сигнал воздушной тревоги, в Тель-Авиве два раза, причем каждый раз, когда это происходило. Речь шла об весьма интенсивных обстрелах. То есть это не просто 2-3 ракеты полетели, а их полетели пару десятков. То есть это был целый ракетный зал. И сообщается о том, что часть ракет разорвалась на территории города, но о раненых пока ничего не известно. Ранее было прямое попадание ракеты в городе Биршева, но там никто не пострадал. Это был дом, который не заселенный. В этом плане на самом деле повезло. В данный момент пока все тихо и спокойно, но мы знаем, что уже эти обстрелы, они проходят как по расписанию. То есть есть один обстрел в районе 6 и обязательно какой-нибудь обстрел перед сном в 9 или в 10 часов вечера. Так что все ждут, когда будет такой последний за сегодняшний день залп. В целом изрульчане уже, конечно же, привыкли к ракетным обстрелам. Это не первый военный конфликт, когда ракеты летят в сторону Тель-Авива, к сожалению. Ну и в целом население знает, как реагировать. Есть структура, называется командование тыла, которая публикует указания. И даже представители этой структуры, они в СМИ находятся в студиях телевизионных и рассказывают, напоминают зрителям о том, как себя вести. Они выступают на радиоканалах и соответствующие разъяснения бывают даже в учебных заведениях, в школах, в детских садах. То есть даже самые маленькие знают, как себя вести, если звучит сигнал в воздушной тревоге. Это что касается ракетных обстрелов. В эти минуты в Тель-Авиве напротив комплекса Генштаба, где также находится Тель-Авивская канцелярия премьер-министра Бениамина Нитанягу, проводится массовая акция протеста близких похищенных израильтян, тех, которых удерживает Хамас и другие группировки в секторе Газа. Они проводят свою пресс-конференцию, рассказывают о том, что они думают и о том, что они чувствуют. И многих из них взволновало начало вот этой сухопутной операции. Хотя в армии обороны Израиля говорят, что это еще не оно, что это всего лишь подготовка к самой операции, но тем не менее близкие и родственники похищенных израильтян очень взволнованы. И они потребовали, чтобы с ними встретилось руководство страны. Сначала на это откликнулся министр обороны Йофф Галланд. Он сказал, что завтра проведет встречу с близкими, с представителями семей. Но после этого уже вечером премьер-министр Бенямини Танягу сегодня встретился с несколькими представителями семей. Эта встреча продолжалась на протяжении двух часов. Я так предполагаю, там звучали тяжелые вещи, в том числе и для него. Естественно, близкие все взвинчены на нервах. И наверняка они высказывали ему немало упреков, учитывая все обстоятельства. Но, как мы видим, судя по той информации, которая поступает, переговоры все равно еще продолжаются. В них принимает участие Катар. Это государство, которое имеет тесные связи с Хамасом. Более того, в последние годы руководство Катара неоднократно передавало крупные суммы денег в газу. И распределение этих денег на самом деле плохо контролировалось. Поэтому мы предполагаем, даже высокой долей вероятности, часть этих денег все-таки попала в руки Хамасу. Хотя они предназначались для выплат чиновникам, выплат их зарплат и так далее. И сейчас Катар предпринимает посредческие усилия в переговорах по поводу освобождения заложников. Звучат такие предположения, пока официально не подтвержденные, о том, чтобы поменять всех на всех. То есть всех заложников и тела всех израильтян, которые удерживают Хамас к этому моменту. А это только 229 человек. Если это те, кто подтверждено, что они находятся в плену Хамаса, на самом деле их может быть больше. Плюс есть тела израильтян несколько даже с 2014 года с операцией «Несокрушимая скала». И они будут обменены на примерно 6000 палестинских заключенных, осужденных за терроризм в израильских тюрьмах. Это всего лишь предложение, такая инициатива. Ее первое озвучил даже Иран на заседании Генассамблеи ООН. И пока что в Израиле я не думаю, что военно-политическое руководство готово согласиться на такое. Потому что речь идет не просто об уголовниках каких-то, речь идет в частности о кровавых террористах, у кого руки не по локоть, а по плечу в крови израильтян. То есть те, кто осужден на десятки лет тюремного осуждения за убийство невинных граждан. И я уверен, что система безопасности будет категорически выступать против освобождения этих людей. Как показывает практика, они возвращаются к террористической деятельности, какие бы они бумажки там не подписывали об отказе от этого. Например, Салла Халарури, один из представителей высокопоставленных политбюро Хамаса, он был освобожден по сделке Гелада Шалита. Их есть Сенуар, фактически глава военного крыла Изадина Аль-Касама. Абсолютно безжалостный, безжалостный исламист, который спланировал и организовал множество терактов, в которых погибли десятки еврелитян. Также был освобожден в рамках сделок по обмену. Если сейчас Израиль обменяет всех на всех, это значит, что еще целая группа опытных убийств выйдет на свободу и сможет продолжить заниматься тем, чем занимается. И это будет также и нравственное поражение Израиля. Получается, что Хамас добьется своих целей и особо не заплатит цену за то, что произошло 7 октября. Так что я не уверен, что израильское политическое руководство пойдет на это. Но такие идеи муссируются. В ближайшие минуты начнется пресс-конференция главы правительства Бениамина Нетаньягу. Вместе с ним будет участвовать министр обороны Юаф Галлан. Они впервые с начала операции будут не просто предстанут перед журналистами, они станут отвечать на вопросы журналистов, в том числе и сложные, и нелицеприятные. Мы с нетерпением ждем, когда начнется эта пресс-конференция. Возможно, мы узнаем что-то новое, какие-то новые факты там будут озвучены по поводу того, что происходит. Ну а пока вот такая напряженная ситуация. Вроде сухопутная операция началась, но с другой стороны военные аналитики говорят, что это такая разведка боем, что это не сама еще сухопутная операция. И с другой стороны непонятен статус переговоров по поводу освобождения заложников. Ранее представители переговорных групп и информированные источники сообщали, что у них нет впечатления, что Хамас хочет добиться на самом деле заключения какого-то соглашения. Нет ожиданий того, что заложники будут освобождены, хотя бы даже какая-то группа из них. При этом сегодня же было сообщение, что делегация Хамас, которая находится в Москве с официальным визитом и встречалась с представителями российского МИДа, она получила список из восьми имен похищенных, которые входят в список 229, а даже более, израильтян. Это израильтяне с двумя гражданствами, то есть они и израильтяне, и россияне. И Москва обратилась к Хамасу с призывом освободить своих граждан, которые содержатся в плену в Хамасе. Пока что высказали свое согласие, готовы пойти на подобные меры. Пока, кроме вот этих первоначальных сообщений, которые прошли в российских СМИ, мы не видим, чтобы предпринимались какие-то конкретные действия в данном направлении. Но давайте мы подождем. Видите, ситуация очень динамична. То есть практически каждые 2-3 часа мы подключаемся в эфир. У меня все время есть какие-то новые сообщения, потому что ситуация находится в постоянном движении. И происходит много-много событий. Самир. Роман, ну вот возможно некоторые из вопросов, которые вы затронули, все-таки сухопутная эта операция или нет, а также вопросы о том, о будущем, о судьбе заложников. Вот на этой пресс-конференции как раз, возможно, будут получены ответы на эти вопросы. Мы будем тоже следить за развитием событий. Будем подключаться к вам, держать с вами связь. Спасибо вам за ваши детальные и подробные ответы. Благодарим вас. А зрителям напомним, что на прямой связи из Тель-Авива с нами был Роман Янушевский, собственный корреспондент телеканала CBC.